как правильно выбрать и как правильно сварить приготовить козы я хочу вам рассказать на своем примере козы мы всегда покупаем только на базаре и только в одном месте и у одного и того же продавца когда мы приходим на базар на прилавках всегда конечно же лежат готовые вот такие замотанные и что-то внутри и чем их начинять конечно мы не знаем мы никогда не берем готовых уже козы готовят при нас делают вырезку с хорошего мяса отменного такого же у тебя на глазах с хороших кусочков и ты здесь же согласовывать сколько тебе нужно полосок жира это все делает на твой вкус и все это складывает большую чашку насыпать соли специи там перец черный чеснок они туда дают все перемешивают и буквально вот и стоишь у тебя на глазах фаршируют начиняют вот эту кишку на у нас шимкенте козы из хорошего отменного мяса по заказу стоит 2400 тенге за килограмм вот две штуки у нас вытянуло на 9000 тенге это вышло где-то 3700 килограмма перед тем как опустить козы в кипящую воду варить их обязательно нужно вот так вот проткнуть все я это делаю обычной булавочкой вот они там шипят воздух выходит это для того чтобы они не лопнули везде вот так вот делали дырочки переворачиваем и также с другой стороны все это надо сделать после того как у нас вот 10 минут покипели козы я их вынимаю и снова прокалывая немножечко вот так это на всякий случай что они толстые чтобы кишка не дай бог вот это не лопнуло теперь отправляем снова варить минимум два с половиной три часа в данном случае у нас казы большие я буду варить это около трех часов я не показываю потому что я варю на улице на улице прохладной там все поруют и даже кастрюлю не видно поэтому смысла нет она все запотеет вот два часа мы проварили козы теперь я несу специи солить я не буду потому что там когда делали козы они там хорошо добавляют соли и я никогда уже потом в бульон не добавляю солью ну вот уже готовы наши козы варились они три часа даже три там с копейками минут пять еще десять но не меньше трех часов потому что каждый у нас не маленькие поэтому мы их варили три часа теперь мы дадим остыть уберем ниточки обрежем аккуратно и будем потом пробовать наши козы остыли вот мы уже сделали надрез вот такие они получились красивые аппетитные в итоге можно попробовать кусочек на соль хотя бы и на соль тоже хорошо получилось я воду не солила потому что внутри была соль очень вкусно